Порой нам хочется каких-то обновлений в интерьере, но совершенно нет желания затевать ремонт. В этом видео мы разберем простые способы, как можно вдохнуть новую жизнь в вашу гостиную. Меня зовут Ирина Устьянцева, я занимаюсь дизайном интерьера с 2007 года и являюсь основателем школы дизайна U-Design. Если вы любите смотреть передачи про ремонты, если вы любите листать журналы с интерьерами, то вам точно будет интересно на этом канале, подписывайтесь. Первый способ это декор стен. На стены можно повесить композицию из нескольких маленьких картин или одну большую картину, которая станет акцентом, может быть цветовым акцентом в интерьере. Но, конечно, к сюжету картины нужно тоже подходить осознанно, продуманно. Сейчас не популярны какие-то реалистичные направления, если мы только не говорим про традиционный классический интерьер. Для современных направлений лучше выбирать какую-то абстракцию. И маленькие картины, которые расположены на композиции, для них даже можно не сверлить стену. Они могут крепиться на специальные липучки, которые потом не оставляют следов. И вы можете эту композицию менять в зависимости от вашего настроения или по сезонам, какие-то постеры обновлять. Если мы говорим про крупные форматы, то, кстати, сейчас есть очень интересное направление, когда берут огромную картину и не вешают ее на стену, а просто ставят за диван. Это тоже выглядит очень интересно. Второе. Стелим новый ковер. Сейчас более популярны нейтральные ковры, какие-то однотонные или с небольшим рисунком, вот такой как будто бы потертый, с градиентом может быть, но не с рисуночками. Все, что с рисуночками, с цветочками, лепесточками, завитушками, это все будет смотреться устаревше. И к геометричным рисункам тоже прошу вас относиться очень внимательно. Мало какая геометрия выглядит современно, то есть какие-то ромбики, квадратики, тоже осторожно с ними. Включайте своего внутреннего критика, проверяйте, смотрите референсы, смотрите хорошие интерьеры, встречаются ли там такое, встречаются ли там такие ковры в современных интерьерах. Подойдет ли это вам? Потому что вряд ли, если вы в журналах где-то или на сайтах интерьерных нигде такого не видели, а в магазине есть, это такой тревожный звоночек, значит вам это покупать не нужно. Так вот, однотонные ковры, какие-то однотонные и рисунок зачастую может быть выполнен с помощью текстуры, то есть именно за счет поверхности ковра, не за счет цвета, а за счет самой фактуры. Это тоже выглядит очень интересно. Следующее, что мы с вами делаем, это раскладываем композицию из подушек на диване. Еще один простой способ, достаточно бюджетный, купить просто новые чехлы на подушке, и это очень здорово добавит уют в вашу гостиную. А если вы повесили картины, композицию из картин, и они цветные, если вы решили какой-то цвет привнести в интерьер, то как раз будет здорово переплести это вместе, чтобы все между собой сочеталось. Можно использовать этот же цвет и в подушках. Можно положить пару однотонных и какие-то подушечки с рисунком, чтобы этот цвет там тоже присутствовал. Можно еще добавить какие-то подушки нестандартных форм, какие-то вытянутые или валики, круглые подушки, в зависимости, опять же, от того, какой у вас интерьер. Сильно минималистичные интерьеры не нужно с подушками экспериментировать, какие-то очень там цветастые, с рисунками использовать и со сложными формами. А вот если у вас скандинавский интерьер, то там это будет уместно. Друзья, вы точно не просто так смотрите это видео, и я на 100% знаю, что вы увлекаетесь дизайном интерьера, что у вас есть стремление создавать красоту вокруг себя. Именно поэтому я приглашаю вас на мой бесплатный трехдневный курс по дизайну интерьера, где вы узнаете еще больше фишечек, профессиональных секретиков и создадите свой первый проект с нуля под руководством опытных дизайнеров-кураторов. Вы сами удивитесь, насколько это просто и увлекательно. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь, а потом возвращайтесь к просмотру данного ролика, вас ждет еще много интересного. Четвертым пунктом мы с вами декорируем журнальный столик. Композиция на журнальном столике может стать центром внимания и радовать глаз. То есть важно собрать предметы, которые вам нравятся. Посмотрите, что у вас в квартире находится, может быть какая-то шкатулка любимая, какая-то вазочка или статуэтка, какие-то книги любимые. Все это можно сложить в красивую композицию на журнальном столике. Как это сделать красиво? Если вы раньше никогда этого не делали, конечно же тоже полистать журналы что-то, посмотреть какие-то референсы, повдохновляться. И вы, кстати, тогда обратите внимание, что журнальные столики, как правило, всегда задекорированы, на них всегда какая-то красивая композиция расположена. И это тоже важный элемент в интерьере. То есть столик это не просто горизонтальная поверхность для того, чтобы нам было куда пульт от телевизора положить. Это тоже важный элемент декора. И вот эта композиция является продолжением этого декора в вашей комнате. Это очень важный момент. Итак, что делаем? Как учимся составлять красивые композиции? Вы посмотрели, повдохновлялись, но у вас же предметы немножко другие, у вас другая статуэтка, другая вазочка, другие книги. Вы не сможете повторить точь-в-точь. Вы берете и раскладываете на журнальном столике так, как вам кажется, как это должно выглядеть, и фотографируете. Все разобрали, делаете новую композицию, пробуете что-то совершенно по-другому разложить, снова фотографируете. То есть вы фиксируете каждый ваш вариант. После того, как вы сделали несколько вариантов, вы отсматриваете фотографии, и то, что вам больше всего нравится, вы легко к этому варианту можете вернуться, воссоздать его по фотографии. Если вы переживаете, что композиция эта будет периодически куда-то сдвигаться, что-то там будет смещаться, и все время будет какой-то хаос, то здорово можно использовать под это поднос. Подносы круглые, прямоугольные, тоже хороший элемент декора в интерьере. Вы кладете подносик, на нем располагаете эту композицию, и когда вы делаете какую-то уборку, что-то нужно подвинуть, вы спокойно поднос убрали, столик протерли, поднос поставили, и композиция у вас сохранилась. Пятый пункт. Добавляем живые растения в интерьер. И живые растения, правда, значительно улучшают внешний вид любого интерьера, делают его более уютным. Но здесь есть нюансики, которые важно тоже учесть заранее, для того, чтобы интерьер потом не выглядел как какой-то устаревший, просто заставленный цветами. Нужно грамотно подойти к выбору кашпо, то есть кашпо не должно быть какое-то цветастое, это не может быть какой-то глянцевый разноцветный горшок, не подходящий к интерьеру. Это не может быть горшок с какими-то странными нарисованными рисуночками, то есть это все тоже будет выбиваться из интерьера и не будет добавлять ему красоты. Лучше использовать какие-то лаконичные кашпо, однотонные, нейтральные, они вам в магазине могут показаться какими-то скучноватыми, неинтересными, но в интерьере потом это все будет смотреться хорошо, вот когда все вместе соберется, в пазгах сложится, и они будут выглядеть отлично. Это то, что нужно, это то, что будет потом выглядеть дороже и лучше в интерьере, то, что действительно его украсит. Если у вас есть горизонтальные полки, может быть вы сделаете растения, которые будут свисать, это тоже очень красиво смотрится в интерьерах, тоже такой классный элемент получается. Мы с вами рассмотрели всего 5 способов, как можно легко обновить вашу гостиную, если вы их все используете, вы действительно увидите, как преобразится ваш интерьер, и напишите в комментариях, что из этих пунктов вы хотите использовать, что будете делать в первую очередь. И не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать еще больше видео про дизайн интерьера.